Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Немножко должна предупредить, у нас проблемы с Ростелекомом в Мурманской области, с интернет-связью. Поэтому, если будут какие-то проблемы с моим изображением, звуком и так далее, пожалуйста, в чат сразу пишите об этом, постараемся решить эти проблемы. Тема сегодняшнего вебинара немножко видоизменилась в связи с тем, что сначала у меня был один план вебинара, а потом некоторые сервисы прекратили доступ к своим ресурсам на территории России. Поэтому пришлось срочно программу немножко изменять. Но я надеюсь, что сегодня мы тоже найдем довольно много интересных сервисов, инструментов для создания разного визуального контента. Это модное слово «визуализация» уже давно на слуху, очень много о нем говорят и пишут. Это имеет под собой основу, потому что действительно уже наукой доказано, что воспринимает изображение намного проще, чем читать текст. Информация визуальная воспринимается мозгом в 60, а то и больше раз быстрее. Поэтому, когда мы обращаем внимание на что-то в социальных сетях, на страницах интернета, то прежде всего в глаза бросается картинка, а не текст сам. Ну вот примерчик сейчас на экране, пожалуйста, покажу. Вот два поста в социальной сети. В принципе, это об одном и том же. Я свои собственные примеры взяла про приливную электростанцию. Как, на ваш взгляд, лучше здесь? Первый вариант, либо второй вариант. Циферку в чат можете отправить. Как? Вот с точки зрения читателя, чтобы вас зацепило. Ну вот, эксперимент завершен. То есть, действительно, мы доказали, что действительно, вот в таком формате, в формате визуальном, информация воспринимается лучше, она цепляет взгляд и мимо нее не пройдет. Ну, расскажу, в чем была суть. Это совмещенная информация. То есть, сначала была картинка, а вслед за ней еще дополнительный текст. Картинка для привлечения внимания, ну а текст уже расшифровывал эту картинку для тех, кто привлекся. То есть, визуализация, на самом деле, это не только про картинки. Собственно говоря, очень многие вебинары, которые я уже проводила в этом году, это все было про визуализацию. Ленты времени, презентации, видеоролики, буктрейлеры. Это все разные виды визуализации. То есть, мы представляем информацию в удобном для восприятия виде. Чтобы это было просто, чтобы это было наглядно, не скучно. Ну, а для нас, как для авторов таких визуальных моделей, и хотелось бы, чтобы это еще было быстро. Поэтому мы будем искать сегодня такие инструменты, которые позволяют, не имея навыков дизайнера, не имея каких-то навыков программиста, имея довольно ограниченные возможности, попробуем, посмотрим, как можно создавать изображение и все, что с ними связано. Но не просто картинки, а картинки со смыслом. Вот об этом сегодня и поговорим. Итак, ну, первый инструмент, который у меня и в заглавии презентации стоял, это сервис Canva. До сих пор работающий. Я надеюсь, что и будет работать дальше. Платные тарифы, к сожалению, здесь уже отключены. Но, собственно, в бесплатном тарифе мы тоже можем неплохо поработать. Здесь довольно большое количество шаблонов. Это тот самый редактор, который позволяет решить очень многие задачи. То есть это инструмент, который позволяет создавать практически, ну, не весь визуальный контент, но очень многое. Презентации, публикации для социальных сетей, плакаты, видеоролики, открытки, фотоколлажи, подарочные сертификаты, диаграммы, составки для зума, в общем, чего здесь только нет. Сервис переведен на русский язык, поэтому работать в нем еще проще. Давайте посмотрим, на что он похож. Для начала регистрацию проходим. Она здесь довольно простая. Требуется только имя, пароль и адрес электронной почты до регистрации. Создают, попробуем здесь посмотреть на этот конструктор Canva с точки зрения создания плаката или флайера, или афиши. Вот примеры картинок, которые можно создавать в этом сервисе. Я их просто собрала в одну презентацию, чтобы было понятнее. Это как, когда я только начинала пользоваться этим сервисом, я экспериментировала для социальных сетей, но вот несколько картинок нашла в своем аккаунте, собрала их, чтобы можно было посмотреть для тех, кто впервые слышит об этом сервисе. Здесь все шаблоны отсортированы по категориям. Там отдельно мы видим и презентации, и соцсети, и видео, и так далее. Есть отдельные шаблоны для печати, то есть если вы планируете это распечатать, где-то использовать, то есть отдельные шаблоны для этого. Ну давайте посмотрим, любую я взяла. Ну вот чаще всего картинки для соцсетей разные и плакаты. Вот я выбрала такой более-менее подходящий под нашу тематику плакат. И сразу надо отметить, что все шаблоны, какой бы вы ни выбрали, видео, презентация, плакат, что угодно, конструктор будет один и тот же. И это очень удобно, потому что не надо сразу осваивать кучу разных инструментов. Посмотрел на один конструктор, с ним разобрался, и теперь по этому конструктору создаешь весь контент. Давайте смотреть, что здесь есть. Изначально нам дают какую-то пустую заготовку. Можете с нуля начинать, а можно взять шаблон и что-то на основе шаблона сделать. Для начинающих, конечно, шаблон удобнее будет. По крайней мере, я с шаблонов начинала и до сих пор. Если надо что-то очень быстрое создать, то прежде всего кидаешься в шаблоны. Их здесь довольно много. Они здесь рассортированы по категориям. Школьные, рекламные, для мероприятий. Ну, в каждом шаблоне их много-много-много. Проходим мимо тех, которые с желтыми значками, с желтыми звездочками. Это у нас платные. Мимо них проходим, все остальное использовать можно. Еще нужно обратить внимание на то, что внутри бесплатного шаблона могут попадаться платные элементы. Они помечены, как правило, водяным знаком. И тоже лучше от них избавляться. Удаляем и загружаем что-то свое. Но это к слову. А в общем, бесплатного здесь все-таки больше. Поэтому конструктор весьма удобный. Идем дальше. С шаблоном понятно. Здесь мы можем менять. Если нам один разонравился, перейдем во второй. Раздел элементы. Здесь весь контент собирается, который предлагает сервис. То есть здесь есть и линии, и фигуры, и графика, и стикеры, фото, видео, аудио. Все в одном. Это очень удобно. Но если вы, например, будете открывать раздел «Видео», то у вас появится сбоку кнопочка «Видео». Если зайдете в «Аудио», то кнопочка переместится на панель. И она у вас будет немножко подлиннее. Тоже удобно так. Можно быстро до чего-то добраться. Здесь есть поисковая строка. Она на русском языке ищет. Если вы какую-то конкретную картинку ищите, то можно ее так найти через поиск. Естественно, можно загрузить и свои картинки, если подходящую не нашли. Для этого есть кнопка загрузки. Она чуть ниже находится. Ну и тексты добавляются здесь тоже. Либо стандартные, заголовок, подзаголовок и основной текст, три вида. Либо тут есть еще дизайнерские сочетания шрифтов. То есть здесь уже есть готовые какие-то надписи, где уже какие-то шрифты друг с другом смиксованы. Можно начать вот с таких вот миксов. Либо можно самостоятельно что-то конструировать. Про тексты я чуть подробнее еще попозже расскажу. Но сразу забегая вперед, Canva еще хороша тем, что здесь много шаблонов, которые поддерживают русскую кириллицу. Очень много шрифтов, которые работают с кириллицей. Есть отдельный раздел русские шрифты. И так становится тоже очень удобно. Кнопочка «Еще». Здесь прячется фон. Если только вы первый раз откроете этот сервис, а где же фон? А вот он здесь в кнопке «Еще». Опять-таки, как только вы нажмете на фон, он у вас переместится в панель инструментов сбоку. Здесь все те же кнопки с фото, аудио и видео. И есть еще у нас папки. Можно создавать папки и туда распределять свои работы. Плюс еще целый список сервисов, которые интегрированы с Canva. Здесь большое количество инструментов. Может быть, они в таком количестве нам не нужны. Из знакомых я здесь вижу Pixels, Pixabay. Это бесплатные библиотеки фотографий, откуда можно экспортировать их в Canva. Google карты, дай бог им здоровья. И YouTube. Можно вставлять в видео, пока он еще есть. Меня тут заинтересовала очень интересная штучка, которую я раньше не замечала. Ну вот, пожалуйста, фоны. Мы нажали, он переместился на панель инструментов слева. Опять-таки здесь огромная библиотека фоновых изображений. Принцип такой. Выбираем какой-то объект, фон, что угодно. Щелкаем, он появляется у нас на слайде на нашем. Вот эта штучка меня заинтересовала. Называется характер билда. Строитель героев, конструктор героев. Можно создавать анимированные мультяшные персонажи для своих проектов. Но они такие весьма специфические. Но все равно, если вы что-то такое не очень серьезное создаете, есть такой вот проект. Внутри Canva можно попробовать сконструировать себе героя. Выбрать ему одежку, прическу и так далее. Ну и пощелкать по кнопочкам, походить, посмотреть, что еще здесь возможно. Здесь и диаграммы можно создавать, и многое-многое другое. Если мы добавляем картинку, то заметим, что здесь очень хороший фоторедактор. Надо отдать должное. Здесь очень много фильтров. Здесь есть тонкие настройки. Нажимаем на кнопку «Редактировать», и у нас появляется дополнительное поле. Например, в разделе «Настроить» вы можете открыть сразу целый список настроек. Оно довольно большое. Этот перечень довольно большой. Нет, я его не скопировала. Ну, поверьте мне на слово, он действительно не только яркость, контраст, насыщенность, но и более подробные есть настройки. Есть фильтры. Там более 19 разных вариантов. Вы можете просто щелкать, перебирать и улучшать вид своего изображения, если хотите. Если посмотреть в разделе «Рекомендуемое», чуть ниже опуститься, там есть очень специфические разные настройки. То есть можно сделать помехи, как на старом телевизоре, какую-то пикселеризацию, темные части выделить. Интересная штучка «Ретушь лица» для тех, кто работает с портретными фотографиями. «Автофокусы» и многое-многое другое. То есть вот эти в разделе «Рекомендуемые» – это как такие микроприложения внутри канвы. То есть вы нажимаете на эту кнопочку, устанавливаете это микроприложение, ну и дальше внутри него улучшаете свою фотографию. Если посмотреть, то рядышком с кнопкой «Редактировать» можно заметить еще кнопки для того, чтобы переворачивать картинку и добавлять анимацию. Она может у нас красиво появляться, и плакат у нас такой уже будет более интерактивный. Анимации здесь немного, но все равно она присутствует. Если необходимо, есть и простые, и масштабирование, и растягивание, и скольжение, и движение различного рода. Переворачивается картинка по горизонтали и по вертикали. С правой стороны тоже есть ряд инструментов, они тоже вверху находятся. Это инструмент для того, чтобы сделать изображение прозрачным, закрепить его на слайде, чтобы оно не двигалось при редактировании больше. Ну и отцентровать его, нажав на кнопку расположения. По сути, все основные инструменты для работы с картинкой здесь собраны. И можно с одной фотографией очень даже симпатичные сделать видоизменения. Что касается текстов. Вот, пожалуйста, огромный список русских шрифтов. Я просто открыла. Часть с желтым значком это бесплатные, но они и не активные, даже если мы на них нажмем. А так список довольно приличный. Вы можете выделить просто текст и щелкая кнопочками выбирать подходящий шрифт. Рядом основные функции для редактирования текста. Размер, начертание, толщина, маркированные списки и так далее. Раздел эффекты позволяет добавить различные контуры, свечение, изогнуть надпись под красивым углом. Ну и последняя кнопочка анимация. Соответственно, как и картинку тоже позволяет анимировать текст. Естественно, если вы готовите изображение для печати, то анимация нам не нужна. А если вы хотите, допустим, это встроить на страницу сайта и блога, то, пожалуйста, можно добавить анимацию, тогда будет довольно симпатично. Можно ли картинки по контуру обвести и вырезать часть? Обрезать картинку можно. По контуру нет. По контуру это в Photoshop. Надо обращаться, либо в другие сервисы, которые такую функцию имеют. Здесь обрезание очень простое. То есть мы можем прямоугольником, квадратом вырезать какую-то часть изображения. Есть еще рамочки круглые. То есть можно в кружочек поместить изображение. Но вот такие сложные обрезки, как по контуру, тут такого не бывает. Здесь есть платная опция, опять-таки. Если у вас у кого-то есть платный тариф в Canvi, там есть удаление фона. То есть по сути тоже по контуру обрезают, но это платная опция. Вот такие вот тонкие настройки, где по контуру вырезать, это придется к фоторедактору идти. Здесь такого не предусмотрено. Пока. Если мы вставляем внутрь нашего дизайна либо изображение, либо видео, их тоже можно немножко подредактировать. Тут видео вставляются очень небольшие. Желательно вставлять небольшие, потому что в бесплатном аккаунте дают 2 гигабайта свободного места на диске. Когда оно будет исчерпано, наверное, аккаунт каким-то образом вам об этом присоединяется сигнализирует. Нельзя будет больше загружать ничего. Поэтому, если загружаем видео с компьютера, то выбираем что-то небольшое, не очень тяжелое для своих проектов. Если посмотреть, тут есть образцы видеороликов буквально несколько секунд. Если видеоролик все-таки длинноватый, есть возможность обрезать его. Видео будет у нас на верхней панели. Щелкаем нажначок с ножничками. Открывается вот такая вот полоса. И мы просто вот этими голубыми маркерами двигаем в нужную сторону, обрезаем либо с начала, либо с конца. Вот таким образом это работает. А аудио здесь редактируется очень незначительно. Редактор намного скромнее. Обрезать тут ничего нельзя. Можно сделать плавное нарастание и плавное затухание нашего аудиофайла, который мы сюда загрузим. Музыка, либо там какой-то голос, либо какой-то шум. В общем, настройки только такие. Но в любом случае получается интересный дизайн, получается интересная продукция. И возможности довольно неплохие. По каждой кнопке здесь можно очень подробно и основательно все это рассказывать и расписывать. Есть на самом сайте Canva справочная служба. Там очень-очень подробно, пошагово рассказывается обо всех кнопочках и обо всех возможностях. Как копировать шаблоны, как редактировать тексты и так далее. Ссылка у меня есть в презентации на эту справку. Если вам нужно будет, то в самой презентации она есть. Вы можете ее открыть и прочитать уже более подробный обзор. Когда у нас дизайн уже закончился и мы все сохранили и создали, нажимаем на кнопку «Поделиться». У нас здесь открывается вот такое поле. Оно немножко изменилось. Я заметила, что раньше было немножко другого вида. Сейчас здесь вверху есть такая опция «Поделитесь дизайном». Это возможность пригласить в соавторы других людей и дать им ссылки на редактирование вашего дизайна. Вписываете адрес электронной почты и приглашаете, выставляете опцию. Вернее, не выставляете опцию, а ссылочка автоматически уходит вашим соавторам. Но они далее регистрируются и могут вместе с вами что-то совместно создавать. А если мы хотим ссылкой поделиться для просмотра, для всех желающих, то в разделе «Ссылка общедоступна» выставляем опцию, чтобы была она доступна всем. Все, у кого есть ссылка. Выбираем опцию уже не редактирования, а функцию просмотра. Копируем ссылку и делимся. Так можно просматривать. Далее, еще несколько кнопочек, чуть ниже. У нас ссылка для просмотра еще отдельная есть. Вы можете свой дизайн посмотреть как презентацию. Можно скачать. Если у нас картинка, то она скачивается в одном из трех форматов – PDF, PNG и JPEG. Если у нас презентация, то она скачивается как PDF. Там в зависимости от формата будет. Если у нас видеоролик, то предлагается формат MP4. Далее, кнопочка «Еще» в красной рамке у меня – это социальные сети. Я понимаю, что это сейчас не очень актуально, но там же, в этой же кнопке, еще и код, чтобы встроить. Ну, вот код может быть актуален. И еще здесь хотела обратить внимание на новую опцию для меня, по крайней мере. Может, вы уже ей пользовались. Презентация и запись. Оказывается, можно свой дизайн озвучить. То есть, вот у меня, допустим, тот самый плакат мой, над которым я немножко потрудилась. Если подключить веб-камеру и микрофон, то можно сделать, как это сказать, озвучку этого дизайна. То есть, записать какую-то свою речь относительно созданной продукции. Это хорошо, например, для презентации. Если у вас презентация из нескольких слайдов, вы можете их листать и рассказывать. Получается такая запись наподобие вебинара. Только будет не квадратик со спикером, а кружочек в углу экрана. А так, в итоге, вы получаете такую запись, скринкаст своеобразный, скачиваете его в формате MP4 себе на компьютер, у вас будет озвученное нечто. Озвученный рассказ о каком-то своем проекте, может быть. Либо вы можете создать озвученную презентацию, например, или озвученные несколько плакатов. Ну, все что угодно можно озвучить. И мне здесь понравилась эта опция. Буду иметь ее в виду, когда возникнет необходимость создания таких продуктов. Можно ли просмотреть ролик, не скачивая его? Да, если вы создаете здесь видео, естественно, вы можете его просмотреть. А если он вам понравился скачать, не понравился, можете и не скачивать. Это не обязательно, абсолютно. Ну, вот так выглядит готовая продукция. То есть мы захватываем окошко, которое будем снимать. В углу кружочек это у меня моя веб-камера. А готовый видеоролик скачиваем через кнопку «Загрузить запись». На него, кстати, есть еще и ссылка. Как создать QR-код на готовый ролик? Ну, через сервис QR-кодов. Берете ссылку на ваш видеоролик, отправляйтесь в сервис для создания QR-кодов. Их очень много. Вы набираете QR-код «Генерейтор» и в любом из них вставляете ссылку, он вам генерирует код. И вы этот код можете вставлять туда, куда захотите. Я не помню, есть ли в канве специальный шаблон, да, мне подсказывают, что есть. Ну, значит, в самой канве можно это сделать. Находим шаблоны прямо внутри самой канвы тоже делаем QR-коды. Я с QR-кодами не работаю, поэтому для меня это не очень актуально. Но если работаете, вот нам подсказали. Мою презентацию, вот эту, которую я показываю, можно прямо скачать сейчас. Она находится в разделе «Файлы». Можете прямо сейчас скачать. Ну, а дальше, если пробежаться дальше по шаблонам, то по этому же принципу создаются и все остальные дизайны. Ну, например, инфографика. Ну, вот пример инфографики. Там инфографика, в саму инфографику вмонтирован даже видеоролик. Поэтому она получается такая же интерактивная. Все точно так же. Мы получаем шаблон для инфографики. Правда, он длинненький такой, вытянутый. Если вы ссылку сейчас откроете, увидите, что он своеобразный, напоминает ленту. Вот, поэтому если скачиваем, то обязательно надо в хорошем качестве скачивать, чтобы все тонкости было видно. Ну, а все те же элементы остаются, что и в плакате были. Библиотека одна и та же. И вы любой элемент можете добавить в любой дизайн. Далее. Здесь есть шаблоны для комиксов. Их, правда, здесь не очень много. Вот этот вот готовый шаблон я вам сейчас ссылочку кину в чат про котиков. Если присмотреться с левой стороны, то есть уже готовые какие-то варианты. Мы просто там стираем картинки, добавляем свои. Есть просто раскадровки пустые, беленькие, на разное количество слайдов. Слайдов 6, 3, 2, 4. Вот, и в них можно свои картинки вставлять. Далее, что еще здесь есть? Из того, что я пробовала. Презентации. Это уже такая более масштабная форма, скажем так, для создания чего-либо. Ну, презентация, вот пример презентации. Это не мои работы. Вот предыдущие две, это из самого сервиса я взяла, а последняя презентация. Я надеюсь, что автор сейчас об этом в чате напишет, если он ее узнает. Здесь, на самом деле, в презентации тоже довольно много разных шаблонов. Здесь уже прямо есть чуть ли не готовые презентации. Вот, например, действительно и комплексные числа. Целая презентация по алгебре. И если открыть этот шаблон, то внутри него мы найдем очень-очень много разных слайдов с разным оформлением, но с одной темой. И мы можем вот в рамках одной темы очень красиво оформить свои какие-то изображения, добавить сюда текст, истереть, нанести что-то свое. Опять-таки, можно с пустого листа начинать, можно начинать с шаблонов. Кнопка для добавления нового слайда внизу находится, еще плюс одна страница. Можно миксовать из разных шаблонов. Вдруг вам захотелось какой-то другой шаблон, вы можете в разделе шаблона переключиться назад и выбрать какой-то новый слайд, такой будет комплексный, комплексный дизайн получается. Здесь же в разделе различных презентаций можно наткнуться на подраздел, где игры и викторины. Ну, игры и викторины там своеобразные, такие, в которые мы не очень сильно играем. Бинго, например, или какие-то другие. Ну, вот несколько интересных викторин я там нашла. Например, вот эти веселые факты о животных, все о животных. Это уже готовая прямо викторина. Можно внутри нее просто менять изображение, менять тематику, добавлять какие-то свои иллюстрации. Можно по этому образцу сделать что-то свое. Ну, таких викторин здесь несколько. Можно потренироваться на них, а можно что-то свое придумать. И, наконец, еще видеоролики. Как мы видим, конструктор везде один и тот же. Видеоролик я сейчас ссылочку отправлю на YouTube вам, потому что я это видео загрузила на YouTube. Это я сделала просто писакого шаблона, просто маленькие видеоролики добавила в видеоредактор, обрезала их, но я уже показывала, как они обрезаются. И вот один видеоролик маленький, это один слайд. Там видео про памятники Мурманска. Много-много маленьких таких видеозарисовок о памятниках. Я собрала их, каждую на отдельном слайде, немножко подрезала, добавила анимацию, картинки всплывающие, надписи всплывающие. Получилось видео без шаблона. А если взять шаблон, то вот опять-таки нам предлагается некий набор слайдов. Здесь уже такая какая-то, есть информация, мы просто ее стираем, добавляем что-то свое. Здесь маленькие видеоролики, когда внутрь рамочки добавляется видео, кадрируется немножко, вот таким образом оно интереснее смотрится. Можете видеоролик растянуть на весь слайд, а можете вот таким образом в рамочку его отправить в окошечко. Это я вкратце пробежалась по сервису Канва, на самом деле здесь намного больше, поэтому я к вам обращаюсь, если вы еще какие-то шаблоны использовали. Напишите в чате, какие еще шаблоны вам здесь нравятся, из того, что вы попробовали, из того, чем вы пользуетесь. Я вот перечислила то, чем я пользовалась, то, что я создавала. Если у вас какие-то любимые, можете в чате написать. Ага, рабочие листы интеллект-карты. Понятно. Ну, поскольку я в социальными сетями работаю, то, соответственно, у меня и контент такой. А для учителей, да, рабочие листы интеллект-карты – это хорошая штука. Мне нравится здесь еще инфографику стать. Ну, да, плакаты. Да, согласна с вами, плакатов здесь много. Я помню, что для «Библионочи» мы создавали такое литературное меню, знаете, антоновские яблоки, вино из дуванчиков, где название произведений, как название блюд. И нам нужен был шаблон меню вот этого литературного. Нашли такое меню только в карте. Ага. Закладки, объявления, обложки для книг. Книгу в формате PDF даже делайте. Здорово. Спасибо. Значит, есть к чему стремиться. Электронные книги я еще не пробовала здесь делать. Ну, наверное, электронные книги на основе презентации, я так понимаю. На основе шаблона презентации. Спасибо большое за ответы, за внимание. Давайте тогда перейдем к следующему инструменту. Adobe Creative Cloud Express. Длинное у него теперь название. Раньше называлось покороче. Назывался он Adobe Spark. Сразу скажу, ну, все мы прекрасно знаем, что у нас происходит с Adobe, что программное обеспечивание закрыто, и платные все опции с этой программой тоже закрыты. Но бесплатный сервис до сих пор действует. Adobe Express действует, работает. И все работы, если вы здесь когда-то что-то создавали, они в неприкосновенности, по крайней мере, мои. Точно в рабочем кабинете они все присутствуют. Чем хороший этот сервис? Он бесплатный, относительно, как и Canva. Здесь есть точно так же платные и бесплатные шаблоны, платные и бесплатные элементы. Он тоже ориентирован на соцсети. Здесь очень много разных шаблонов, но если сравнивать с Canva, у Canva все-таки побольше будет шаблончиков. Хотя у Adobe Express есть хорошие шаблоны для создания видео и хороший шаблон для создания лонгридов. Я об этом расскажу немного по ходу своего рассказа. Чем еще отличается Adobe тем, что он на английском языке? С Canva, конечно же, работать проще, поэтому она у меня и на первом месте. И чтобы мы сейчас с Canva не сравнивали, все равно 100% замены мы не найдем, увы. Но посмотрим на Adobe Express, посмотрим, может быть, он нам тоже приглянется. Выбираем шаблон. Здесь, к сожалению, нельзя, как в Canva, подбирать себе шаблоны по размеру. То есть, если у вас какие-то нестандартные размеры, в Canva есть специальная кнопка «Пользовательские размеры». Вы можете вписать туда в пикселях и сделать свой индивидуальный размер проекта. К сожалению, в Adobe Express это платная опция, бесплатно исходим только из шаблонов. То есть, есть какой-то размер в шаблоне, ни больше, ни меньше. Здесь есть несколько шаблонов, я их объединила в один, потому что принцип там один и тот же. Плакаты, флайеры, постеры и картинки для соцсетей. Это все в одном конструкторе. Создается он очень похожий, да не очень, это практически один и тот же конструктор. Там различия только в формате, где-то пошире, где-то поуже будет плакат. Если сравнивать с Canva, вот, пожалуйста, кнопочки примерно одинаковые, ну, плюс-минус. То есть, здесь кнопки для добавления текста, фотографий, различных иконок. Есть тут дизайнерский элемент. Это, знаете, разная красивая дизайнерская графика. Там красивые снежинки, какие-то такие необычности. Фоны, логотипы и есть еще так называемая библиотека. Это когда вы загружаете свои собственные изображения, для этого создается библиотека. Тут все бесплатно, кроме логотипов. Логотипы – платная опция, но, опять-таки, я думаю, нам это не особенно интересно. Как здесь редактируется все? С правой стороны еще дополнительные кнопочки. Для выбора цветовой гаммы, для анимации, она здесь тоже присутствует, настройка фона. Ну, и такая кнопочка, как дизайн. Это автоматический дизайн. То есть, вам сервис сам предлагает какие-то варианты, тоже уже готовый. Если нам лень самостоятельно что-то делать, то можно вот в разделе дизайн подсмотреть уже какие-то готовые решения этого вопроса. Редактируется здесь немножко по-другому, как в канве. Появляется поле, правда, не сверху, а вот так вот сбоку, с правой стороны. Редактируются и шрифты, и тексты, вернее, и картинки. Вот сейчас у меня текст редактируется. То есть, мы вписываем в окошечко какой-то текст. Здесь нет готовых шаблонов текстов. Здесь просто либо обычный текст, либо заголовок, либо подзаголовок. Три варианта. То есть, готовых дизайнерских решений тут не найдем. Ну и текст можно редактировать. Вот все инструменты я здесь подписала, чтобы не заблудиться. Здесь можно и рамочки, и тени, и контуры добавлять. По инструментарию все то же самое, как в канве практически. Тут сложно их сравнивать. Шрифтов поменьше. Вот, единственное тут различие. Изображение точно так же. Выделяем изображение. Справа появляется поле для редактирования. И можно, опять-таки, с изображением поиграть. Здесь есть и фильтры, и тонкие настройки, и размытие. Поворот, обрезка, естественно. Разный стиль оформления. Дополнительно можно придать какую-то форму. То есть, в рамочку загнать, например, в круглую, в квадратную и так далее. То есть, ну, чуть меньше, чем в канве. Там все-таки фоторедактор более продвинутый. И здесь только основные опции. Хотя фильтры и настройки здесь тоже присутствуют. Анимация. Анимация здесь такая же, как в канве практически. Отдельно есть анимация текста и отдельно анимация изображений. В канве была одинаковая. Здесь отдельные разделы. Можно анимировать любой элемент текстового или изображения на экране. Ну, и опять-таки, готовый проект скачиваем. Есть кнопка Download. Единственное, опять-таки, канва не дает водяного знака. То есть, все шаблоны, все, что вы сделаете, оно совершенно у вас чистенькое. Здесь у нас будет водяной знак в уголке. Сейчас я перелесну, покажу, где он будет находиться, этот водяной знак. Скачивать можно в разных форматах. Все те же самые, как и в канве. PNG, JPEG и PTF. Есть кнопочка Поделиться. Если на нее нажать, то мы здесь находим кнопку Invite. Пригласить. Это для приглашения соавторов. Приглашаем по электронной почте, рассылаем приглашение. И соавторы получают ссылку на редактирование. Можете сохранить на Google Диск, если это нужно. Здесь есть такая опция. Ну, и просто получить ссылку, опубликовать в сети. И получить ссылку и код, чтобы куда-то встроить. Это кнопка Паблиш. Здесь все примерно одинаковое. Сейчас я вам Adobe Spark. Хотите ссылку? Сейчас, минутку. Я готовые работы, ссылки приготовила. А вот конкретно на сервис я не готова. Сейчас попробую. Нет, не открывается у меня ссылка. Но попробуйте через поиск, потому что я сейчас буду отвлекаться, эту ссылку искать. Я вам сейчас на готовую работу кину ссылку и посмотрите уже через нее. Ну, вот что у меня получилось. Adobe Spark у меня логотип сейчас такой. Сейчас он Adobe Express. Будет немножко иначе. Ну, вот в правом нижнем углу, если видите маленькую штучку, это он и есть. Водяной знак. Это я сделала две картинки. Первая, которая слева, это основа шаблон. Там был шаблон с раскадровкой. Вот такой. И я туда написала некий текст. И получился у меня код в мешке. Вот. И с правой стороны это я взяла просто фотографию. В пустой слайд добавила. И написала поверх нее текст. Вот такие два варианта. У меня получились в Adobe Express. Что еще можно сделать? Еще можно здесь коллаж сделать. Коллаж точно такой же конструктор, как и в предыдущем. Как и для плакатов. Правда, с правой стороны он будет окошечко специальное, где будут раскадровки. Такие вот разлиновки, шаблоны для коллажей на разное количество элементов. Шесть, восемь, девять и так далее. Выбираем такую раскадровку и щелкаем по ней и загружаем свою картинку. Либо из библиотеки сервиса берем, либо свою с компьютера загружаем из раздела в лайбрари. Ну, у меня вот такой коллажик получился. Все тот же Санкт-Петербург, только теперь зима. Вот. Взяла готовую раскадровку на шесть, на пять элементов и добавила сюда свои картинки. Внутрь коллажа можно еще и текст вставить. Не обязательно это должна быть картинка. Можно вот как у меня текст добавить. Ну, плюс я еще накидала тут снежинок. Это те самые дизайнерские элементы, о которых я говорила. Вот таким образом можно создать здесь и коллажик. Лонгрид. Говорила я о том, что этот сервис еще позволяет создавать большие визуальные формы. Но наша тема сегодня не лонгриды. Но раз уж я начала об этом сервисе поговорить, давайте я пару слов скажу. Очень хороший уж больный инструмент. Очень нравится мне этот конструктор здесь. Он позволяет создавать такие визуальные статьи с большим количеством фотографий. Текста здесь по минимуму. Здесь больше упора идет, конечно, на фотографии, на видео и на разные интерактивности. Делается это все очень просто. Мы заходим в конструктор. Он немножко уже другой, естественно. Это немножко другой формат. Получаем белую простыню. Значок плюс посередине позволяет добавить на эту белую простыню разный контент. Вот я его в красную рамку выделила. Фото, тексты, интерактивные кнопки, видеоролики и разные виды, как это сказать, фотоколлажей. И плюс два интересных еще элемента. Глайдшоу и сплитлейаут. Это такие коллажи интерактивные, я бы сказала. Но я сейчас на практике покажу, чтобы было понятнее. Все очень просто. Через плюсик добавляем любой блок. Получаем конструктор. Внутрь этого конструктора добавляем разного рода контента. Например, фотографию я загрузила. Обычная фотография. Мне предлагается на выбор шесть разных вариантов. Пять разных вариантов оформления этой фотографии. Вот сейчас у меня она полноэкранная. Фуллскрин. Здесь еще есть вайтскрин, то есть она будет такой полосой посрединке. Есть обычная стандартная фотоснимок и тому подобного варианта. Можно пощелкать, посмотреть. Плюс поверх фотографии можно еще добавить вот такую надпись. Прямо поверх. И она будет такая с эффектом параллакса. То есть мы будем пролистывать картинку, а надпись будет висеть неподвижно. Интересный вариант. Коллажи. Это для оформления разных фотогалерей. Причем в фотогалерее здесь все кликабельно. То есть щелкаем по картинке, она открывается в натуральную величину. Загружаем картинки. Вот таким образом их группируем. Так как считаем нужным сервис, нам предложат несколько группировок в зависимости от количества картинок. Но у меня было шесть, поэтому он мне предложил вот такую фотогалерию. Можем стрелочками перемещать их между собой, менять местами. Когда много фотографий, можно очень красиво их оформить. Вот добрались мы до Glide Show. Что это такое? Это какая-то большая полноразмерная фотография. На фоне этой фотографии будет выявляться разный контент. То есть мы будем мышкой прокручивать, и может там появляться другие фотографии. Тексты, опять-таки кнопки, видеоролики. То есть вот такая вот интересная штука. Не знаю, как ее назвать. Калаш, не калаш. Такой вот интересный интерактивный элемент. И есть еще вот такой интерактив. Split Layout называется он. Когда у нас условно страничка делится напополам. С одной стороны у нас будет картинка, а с другой стороны какой-то контент. И это будет очень интересно пролистываться. Картинка остается на месте, а контент будет листаться. Ну, это как дополнительная информация к изображению, скажем так. То есть туда можно добавить еще каких-то картинок, опять тексты, видео и кнопочки интерактивные. Интерактивные кнопки – это гиперссылки, которые могут ввести на другие странички. Вот за счет таких визуальных интересных эффектов, решений, получается довольно интересная любопытная статья. Я не все возможности в примере использовала, но просто я не придумала, как нужно что-то из такого необычного использовать. Но интересно. Дополнительно можно здесь редактировать тексты и картинки, но они здесь не очень подробные настройки. Для текста дается всего несколько размеров. На картинке тоже особо тут каких-то специальных супер настроек и фильтров нет. Их можно обрезать немножечко, как-то немножко отредактировать. Пожалуй, все. Плюс здесь можно еще выбрать шаблон для оформления. С правой стороны есть какой-то список тем – трек, найткап, крисп и так далее. Это разные варианты оформления. Там фон, например, черный может быть, может быть, белый, может быть, как бумага фон и так далее. Пощелкаем, посмотрим. В зависимости от темы будет меняться немножко и шрифт. Тут все взаимосвязано. Ну и на выходе. Что с этим совсем можно сделать? Можно опубликовать и получить ссылку. К сожалению, скачать нельзя. Можно только ссылкой поделиться, либо встроить на страницу сайта и блога. Можно посмотреть, как презентацию. Для этого есть кнопка «Презент». Можно на Google Диск сохранить, отправить на Google Диск. Я, правда, ни разу не пользовалась этой опцией. Кстати, интересно, как это будет на Google Диске смотреться. Ну и, наконец, кнопка «Инвайт» все та же для приглашения с авторов. То есть можно для коллективной работы целый проект здесь создавать, если угодно. Давайте дальше посмотрим еще и на видео. Спасибо за ссылку. Про супу я много-много слышала, ни разу пока не пробовала. До нее никак руки не найдут. Меня смущает длительность видеороликов, там 40 секунд. Ну, надо посмотреть, попробовать. Попробую, потом как-нибудь расскажу о том, что у меня вышло из этого. Видео здесь очень простое. По принципу слайд-шоу создается. Но, опять-таки, здесь все заточено на социальной сети. Так, сейчас я видео... Ой, нет, видео не получится. Ладно. Сейчас ссылочку скопирую на видеоролик. Так, минуточку. Вот ссылка на видео, чтобы понятнее было, о чем идет речь. Очень простой конструктор. Здесь можно взять какой-то шаблон. Но здесь шаблоны, они больше такие коммерческие. Поэтому просят здесь начать с нуля. Белые слайды, плюсик, добавляют новый слайд. Каждый слайд, это одна фотография с каким-то текстом. Можно встроить вместо фотографии маленький видеоролик на этот слайд, загрузив его с компьютера, например. Иконки, тексты, видео и фотографии. Все тот же самый контент. Плюс, дополнительно, здесь можно подключить микрофон и озвучить. Для этого я использую кнопочку с микрофоном. В правом нижнем углу каждого слайда на черном поле написана длительность этого слайда. 0,02, это значит 2 секунды. Называем на часики и выставляем свое собственное время. Как здесь работает? Нажимаем на кнопку плюс, выбираем контент, например, текст. Открывается поле, вписываем туда текст, сохраняем. Здесь вообще все предельно просто. Здесь вообще никаких настроек нет. Например, текста там два размера. Побольше и поменьше. Все, шрифтов, наклонов и так далее. Ничего такого не предусмотрено. То же самое фотографии. Загружаем фотографию, она тут же растягивается на весь экран без проблем. То есть вот такие получаются видеоролики для социальных сетей. То есть очень простые, такие незатейливые. Ну и делаются они, соответственно, минут за 10-15, наверное. Собираем фотографии, пишем какой-то текст поверх них. С правой стороны у нас опять список готовых шаблонов. Можно что-то выбрать из оформления. Например, фуллскрин на весь экран. Сплитскрин – это значит, что у вас картинка сдвинется немножко, будет сбоку. Есть отдельные слайды просто для заголовка. Тайтл, там не будет никаких картинок, будет просто заголовок. Можно выбрать что-то из этих вариантов. Что касается музыкального сопровождения. Здесь есть большая библиотека музыки. Причем она, видите, отсортирована по настроению. Happy – счастливая, playful – какая-то игривая, вероятно. И так далее. Можно все послушать, посмотреть. Если что-то не понравилось, можно загрузить всегда свой файл. И отрегулировать его громкость. Вверху дополнительные кнопочки. Layout – это у нас подложка, схемы для оформления. CIM – это вот эти, которые я на предыдущем слайде вам показывала. Разные темы оформления. Resize – платная опция, поэтому про нее говорить не будем. Когда у нас видеоролик уже готов, можно его превью посмотреть. И рядом кнопочка Download – скачать на свой компьютер. Share – это для того, чтобы делиться этим видео. Можно опять-таки получить ссылку, пригласить друзей и сохранить к себе на Google диск, если необходимо. Это все. Такой вот незатейливый и интересный сервис для создания слайд-шоу. По ограничениям Adobe не прописывает, сколько количества гигабайтов можно здесь бесплатно сохранять. В отличие от Canva, например. То есть никаких в бесплатном тарифе ограничений для этого нет. Поэтому количество работ здесь можем создавать столько, сколько захотим. И видеоролики, лонг-риды и все что угодно. Единственное ограничение – это вот по шаблонам. То есть какие-то элементы будут платные какие. И которые нельзя использовать. Еще у Adobe Express появилась совсем недавно новая возможность. Называется Quick Actions – быстрые действия. То есть есть такой список разных-разных действий, которые можно использовать при работе с картинками. Обрезка, конвертация, видео точно так же. Обрезка, конвертация, кадрирование, перевод в MP4. Ну и даже по работе с PDF-документами здесь тоже есть инструментарий. Вот такая вот интересная возможность. Так что вот для тех, кто грустит о Adobe, здесь есть минимальные возможности для редактирования разного рода документов. И все в этом в Adobe Express теперь. Совсем недавно я узнала о существовании еще одного инструментария. Точнее я о нем узнала. Я о нем даже рассказывала на вебинаре. Называется этот сервис Анимейкер. Он позволяет создавать анимацию с анимированными персонажами, которые общаются между собой. Какое-то действие происходит на экране. Все это напоминает мультик. Да, Adobe Spark и Adobe Express – это одно и то же. Просто сейчас он называется Adobe Express. Раньше был Spark. Название поменялось буквально, наверное, в прошлом году. Поэтому это одно и то же. И конструктор, в связи с названием, тоже немного изменился. Если вы в Spark работали, то сейчас, если вернетесь туда, там немножко другие кнопочки. Но принцип такой же. Если открыть сервис Анимейкер и заглянуть не только в видео, но в раздел «Новые приложения», оказывается, он предлагает еще возможности по работе с картинками. Из всего вот этого набора меня привлекло внимание конструктор персонажей и так называемый пикмейкер. Давайте покажу конструктор персонажей. Он здесь очень простой. Вы можете создавать свои аватарки и своих не анимированных, как это сказать, мультяшных персонажей. Выбираем мальчика или девочку. Начинаем его наряжать, выбирать ему внешность, цвет волос, цвет глаз и так далее. Моделировать своего героя. Готовую картинку можно скачать себе на компьютер. Сервис на русском языке. Поэтому особенно долго тут рассказывать нечего. Если вдруг вам для проектов нужны какие-то такие мультяшные герои, пожалуйста, вот здесь конструктор персонажей в Анимейкере. Еще Анимейкер предлагает такое микроприложение, называется пикмейкер, создание картинок. Он уступает немножко и Адобу, и Канве. Он тоже позволяет создавать контент для соцсетей, но в основном это плакаты, флайеры, афиши. Вот такие картинки. Давайте посмотрим, как это работает. Конструктор очень похож на предыдущий. По поводу персонажей. В неделю можно создавать два героя. То есть по количеству персонажей вы никак не ограничены, просто сервис будет считать, сколько героев вы создали за неделю. Два героя в неделю можно создать. Пикмейкер. К сожалению, его почему-то забыли перевести на русский, все перевели кроме него. Ну, здесь кнопочки очень понятные, после Адоба, в общем, все ясно. Темплейтс – это у нас шаблоны, фотос – это у нас фотографии, объектс – это разные объекты, которые можно добавлять на экран. Дальше идут тексты, бэкграунд, фон, аплод – это какие-то свои картинки мы сюда подгружаем. Ну и апс – это интеграция с другими сервисами. Имеется в виду сервисы для бесплатных картинок – пиксель и пиксабай. Так выглядит редактирование картинок. Все очень похоже на предыдущие сервисы, правда, здесь в виде вот такого всплывающего контекстного меню, которое позволяет нам поворачивать, дублировать, закреплять картинки, а вверху будут дополнительные тонкие настройки, обрезать, фильтры, прозрачность, разные эффекты к этой картинке можно применять. Это не анимированные картинки, здесь анимации нет, они все такие плоские, то есть просто картинка-картинка, что называется. Вот, пожалуйста, тонкие настройки. Насыщенность, тон, размытость, виньенка, контрастность и тому подобное. Редактирование текста тоже здесь несложное. Выбираем место на слайде, выбираем текст, подписываем его, появляется контекстное меню, чтобы текст дублировать, закреплять, а вверху будут опции для редактирования шрифта, размер, цвет. Можно добавлять киперссылки, эффекты и прозрачности. Вот как выглядят эффекты, с левой стороны можно посмотреть. Разную роль контуры, свечение, парение и тому подобное. Готовую работу, естественно, можно скачать, можно поделиться, и пригласить соавторов для редактирования. Все точно так же, как в предыдущем сервисе. Что у меня получилось? У меня получился плакат «Кню космонавтики». Вот такие планеты. Я взяла шаблон. Это шаблон самого сервиса. Я просто заменила в нем платные картинки на свои бесплатные. Имеются в виду планеты. Нашла в бесплатной библиотеке разные планеты. Добавила их сюда. Получился такой довольно неплохой шаблончик. В общем, сервис вполне симпатичный. Чуть-чуть, конечно, уступает и канве, адобу. Но тоже можно взять, я думаю, на заметку. Может быть, пригласиться. По крайней мере, шаблоны во всех трех сервисах совершенно разные. Давайте еще покажу несколько инструментариев. Здесь я буду уже ссылки на сами инструменты бросать. Потому что, по большей части, все они будут уже без регистрации. Это так называемые микросервисы, либо сервисы без регистрации. Вот этот вот сервис Pixlr, он вообще-то фоторедактор изначально был. Я помню, что я когда в нем начинала работать, он был просто обычным фоторедактором. По сути, это был фотошоп, только облегченный вариант. Для тех, кто не любит фотошоп, возможности там были для редактирования вот такие. Знакомое черное поле, все как в фотошопе. Тут список каких-то кнопочек для разного форматирования. Можно было взять фотографию, наложить на нее текст, какие-то фильтры добавить, как-то видоизменить, обрезать, повернуть, трансформировать. Вот здесь как раз есть кнопка обрезки, здесь можно по контуру что-то вырезать и слоями друг на друга накладывать. Но сейчас дополнительно в этом сервисе появились готовые заготовки, шаблончики, которые можно редактировать. Вот у меня сейчас на экране про фотография. Это готовый шаблон я взяла. Можно внутри менять снимок, менять текст и все тут редактировать. Чем хорош Pixlr? Тем, что здесь очень подробное редактирование фотографий. То есть, если вам нужны какие-то дополнительные опции, вы любите редактировать, то, пожалуйста, вот эта сокращенная версия Pixlr, упрощенный вариант. А есть вариант, ну вот, пожалуйста, здесь можно и картинку отредактировать, и текст можно тоже немножко подредактировать. А готовый вариант сохранить себе на компьютер. О чем еще хотела сказать? Здесь есть анимация, она здесь появилась. Поэтому готовую картинку можно, если у вас есть анимация, то можно сохранить как MP4. Это будет как такая красивая заставка, анимированная фотография. Будут выезжать красивые картинки, либо красивые тексты. Либо можно сохранить просто как картинку с разным видом, с разным качеством. Сервис бесплатный, единственное, что там реклама всплывает периодически с правой стороны, и регистрироваться в нем не обязательно. Можно зарегистрироваться, она там есть, но это по желанию. А вот это вот сейчас у меня на экране, это усложненный вариант пикселера, который полностью, мне кажется, дублирует фотошоп. То есть здесь есть и перо, и кисточка, и фон можно удалять, и разные эффекты, слои и тому подобное. И по контуру тоже вырезать можно. Так что для тех, кому нужны хорошие возможности фоторедактора, самый крутой, на мой взгляд, у меня в копилке, по крайней мере, под знаком самой крутости, идет именно этот сервис. У него больше всего бесплатных возможностей для фоторедакции. Вот таким образом. У сервиса есть обучающие материалы, их можно найти в интернете. Я тоже прикрепила здесь обучалку. Кому-то уже понравилось. Отлично. Мне тоже нравится. Плюс здесь еще появились стоковые фотографии бесплатные. То есть вы можете взять одну из этих. Ну, например, вам нужно картинку для соцсетей просто сделать. Вот зима, пожалуйста, винта. Куча картинок. Выбираем подходящую, наносим на нее текст, и буквально за несколько минут у вас готова картинка для соцсети. Не надо рыскать по каким-то библиотекам бесплатным. Здесь сервис нам сам еще и поможет в этом деле. Шаблонов здесь, правда, не очень много. Текст не весь поддерживает кириллицу. Но здесь упор на фоторедактор, конечно. Он здесь крут. Это однозначно. Вот этот сервис, на мой взгляд, должен порадовать библиотекарей, потому что это сервис для создания афиш, флайеров и плакатов с книжными обложками. Ссылочку отправила в чат. Вот такая вот рекламка у меня получилась. Это картинка для соцсети, квадратненькая, обложка и какой-то фончик на ней. Ну и текст, соответственно. Вот такие картинки можно делать с помощью сервиса BookBrush. Это тоже условно-бесплатный инструмент. Он позволяет создавать 15 картинок в бесплатном аккаунте. Маловато, конечно. Ну, что делать? Зато интересно. Точно. Давайте смотреть. Конструктор здесь очень интересный. Здесь огромное количество шаблонов. Если вы только-только начинаете, наверное, лучше с шаблона начать. По крайней мере, моя картинка была на предыдущем слайде. Это шаблон. Вот, пожалуйста, templates. Здесь у нас по жанру, по изображениям и по аудитории. Ну, вот я выбрала Children, детские книжки. И в разделе я выбрала Book. Children Book у меня получилось. Он мне выдал 39 разных шаблонов. Здесь есть шаблоны для обычной книги бумажной. Есть для аудиокниг. Есть, где обложка вмонтирована в смартфон. Как это назвать, не знаю. Но есть и такие варианты с читалками. Выбираем шаблон. Меняем содержимое. Загружаем свою картинку. Вот где синяя картинка. Йо, Бо, Кава, Коус, Хе. Сюда щелкаем, грузим картинку. И она тут же в этот шаблон у нас вписывается. Поэтому это очень интересный сервис. Он мне очень понравился. Ну, вот, например. Я выбрала некий шаблончик, который мне приглянулся. Он мне предлагает еще в разделе Book Templates поменять что-то. Если он мне не понравился, вот, пожалуйста, тут листаем вниз. Там еще больше этих шаблонов будет. Ну, а кнопки нам знакомые. Add Size увеличивает, уменьшает нашу картинку. Templates и Projects – это все наши проекты и шаблоны, которые мы редактировали когда-либо. Background – это у нас фон. Ну, Book Templates – это шаблоны для книжки. Тексты, картинки. Все просто. Редактирование здесь очень подробное. То есть, например, вот, пожалуйста, это у нас картинка редактируется. Фон, размытие, прозрачность, приближение, градиенты и тому подобные настройки. Анимация здесь тоже есть, но она платная, поэтому пропустим ее. Ну, и для текста все то же самое, только по отношению к тексту. Цвет, шрифт, прозрачность, расстояние между буквами и строчками, градиент, выпуклость и тому подобное. Я по этому сервису написала обучалку, у него такая сложноватая навигация, мне показалось. Но по обучалке, я думаю, будет проще освоить этот инструмент, поэтому обучалка внутри презентации есть. Если сервис вас заинтересовал, то, пожалуйста, Book Brush он называется. Готовый дизайн можно скачать, естественно, в разных форматах – PNG, JPEG и PDF, если хотите. В общем, и все, пожалуй. Book Brush позволяет еще создавать разные афиши, буктрейдеры даже, но, к сожалению, это все платные опции. А жаль, может быть, было бы больше возможностей, было бы еще интереснее. Ну, вот афиши, плакаты, пожалуйста, здесь бесплатные. Еще один микросервис, называется он Blush, это конструктор рисунков, рисунков в формате мультяшек. Вот такая вот картинка у меня с Новым годом появилась на экране. Пожалуйста, ссылочку даю. В Blush надо зарегистрироваться, он такой. Но шаблоны вы вот прям по этой ссылке можете просмотреть. Опускайтесь просто вниз, там все коллекции шаблонов. Там разные виды таких мультяшеских персонажей. Не обязательно вот такие. Есть там и попроще, и посложнее. Смотрим, если понравилось, можно поработать. Вот они, эти коллекции. Это у меня только на скрине, сколько получилось. Их на самом деле больше. Щелкаем в коллекцию, выбираем. Там есть уже готовые сценки. Там с Новым годом, с какими-то праздниками, либо просто какая-то жанровая сценка. Есть отдельные персонажи. Вы можете просто белые слайды взять и на него накидать персонажей, расставить их по порядку. Сценки можно прям целиком редактировать. Здесь они очень просто редактируются. Можно фон поменять. И, собственно говоря, есть еще кнопочка перемешать. Это интересная кнопка, которая позволяет случайным образом выбрать оформление этой картинки. Ну, поиграть можно. Более подробные настройки у персонажей. Выбираем персонажа. Вот девочку я выбрала, например. Щелкаю по ней, открывается панель инструментов. Можно у нее поменять цвет ее, голову с волосами изменить. Выражение лица, ее действия, что она делает в этой сценке и так далее. И так вот в каждой сценке любого героя, который там присутствует, вы можете вот так вот подробно отредактировать. Готовую картинку, естественно, можно скачать. Скачивание тут, к сожалению, только в двух форматах – small и medium. Лучше, конечно, medium, он получше по качеству. Но для соцсетей, для мобильных устройств это вполне нормальный формат. Это не для больших, конечно, печатных проектов, но для соцсетей – отличный вариант. Но кнопка «Ш» дает ссылку на готовую работу, если необходимо. В общем, вот это очень простой сервис для освоения. Тут буквально особенно за 5 минут можно создать что-то интересненькое. Еще такой же микросервис Picture Plus. Это на русском языке инструмент. Вот такая картинка. На сайте самого этого сервиса, точнее в группе ВКонтакте у этого сервиса присутствует. Я вот ее взяла за основу. Единственный недостаток, что у нас на выходе будет водяной знак с правой стороны, вверху. Ну, а в целом вполне симпатично получается. Конструктор здесь вот такой. Выбираем шаблон. Здесь можно создавать не только картинки, но и видео для социальных сетей. Видео очень простецкое. То есть это будет просто некая анимированная картинка, где будет выезжать изображение и текст. Вот и все, собственно, и все видео. Это хорошо подходит для заставок, для афиш, для каких-то мероприятий, для рекламы и так далее. Ну, например, выбираем из этих шаблончиков что-то для поста. Вот я с ананасом выбрала, например. Открываю этот шаблон. Ну, и здесь все пошагово, прямо в режиме одного окна. Измените цвет фона, измените картинку, заливку, текст, текст сверху, текст снизу. Здесь очень много шрифтов на русском языке, а все поддерживаются, в том числе и рукописные. И это очень приятно. Ну, и готовую картинку можно скачать. Здесь предлагается только один размер. У некоторых шаблонов бывает несколько размеров. Есть и квадратный, и прямоугольный. Тут, в общем, каждый шаблон нужно отдельно смотреть. Тоже очень быстро и очень просто. Видеоролики создаются точно так же. Здесь есть замечательный шаблон про заполярное цветоводство, например. В чем заключается этот видеоролик? Здесь появляется сначала цветочек, потом название, которое в центре, и потом сверху появляется, что это вебинар. Точно так же меняем здесь фоны, цвета, шрифты и скачиваем в хорошем разрешении на свой компьютер. Это квадратный видеоролик для соцсетей получается. Тоже просто и быстро. В Пикче нужно зарегистрироваться. Здесь необходима регистрация. Плюс еще здесь есть дополнительная опция создания коллажей. Ну, коллажи здесь очень простенькие. Здесь никак их не отредактируешь. Просто можно загрузить готовые картинки, и на этом все. Похожий инструмент. Квик Пик. Регистрация здесь не нужна. Тоже на русском. Вот у нас весенняя картинка такая, созданная в этом сервисе. Здесь очень хорошая библиотека изображений, картина. Библиотека без фона. Вот так выглядит рабочий конструктор. Выбираем формат, шаблон, который будем заполнять. А с правой стороны большая библиотека разных элементов. Я, например, открыла раздел «Объекты» и поразила, сколько здесь всяких разных полезных картинок. Они еще и расфортированы по категориям. Что приятно, что по большей части здесь все бесплатное. Что-то я платных не нашла. То есть здесь и герои, и персонажи, и фоны. Можно и свои какие-то картинки загружать, и тексты подписывать, и все это редактировать и сохранять. Вверху еще несколько кнопочек для редакции. То есть здесь есть даже фильтры, обрезка. Ну, простая, конечно, но тем не менее. И можно менять размер готовой работы. И еще это здорово, и все это замечательно. И можно сохранять и радоваться в социальных сетях. Ну, это уже совсем простой инструмент. Это текст. Из названия, я думаю, понятно, что это просто сервис, который добавляет на картинку тексты. Вот. Что от нас требуется? Это картинка. И, собственно говоря, вот и все. Все тоже в режиме одного окна. Регистрироваться здесь не нужно. Заходим, добавляем текст, добавляем картинку. Можно ее поменять, если нам не понравилось. Текст можно выбрать, стиль оформления, размер, цвет, отцентровать его как-то сверху, сбоку, снизу и так далее. И внизу кнопочка большая «Скачать». Вот и все. Тоже предельно все быстро. В этом тексте ограничено количество символов. Но он нигде об этом не пишет, что ограничено. Но на самом деле действительно, что там не все надписи поместятся. В основном это для каких-то очень коротеньких цитат, а для каких-то очень коротеньких надписей. По количеству знаков он не писал, мне сколько знаков влезает. Но если попробовать туда большой текст ставить, можно посмотреть, где именно он обрежет, и так можно догадаться. Я просто вот для оформления цитат использовала. В принципе, это очень быстро и просто. Есть еще такой смешной сервис, называется «Лолкод». Но это не только про котов. Это, если этот текст был на английском, то «Лолкод» – это на русском. Примерно все то же самое. Грузим картинку и делаем к ней надпись. Вот, пожалуйста. Здесь есть готовые картинки с котиками. Вообще, этот сервис, я так понимаю, больше развлекательный, конечно, создать мемы про котиков. Но почему бы его тоже не использовать. Загружаем, добавляем текст. Здесь оформление, в принципе, неплохое у текста. Шрифты, размеры, цвета. Все работает. Выбираем, сохраняем. Если надпись не понравилась, можно ее стереть и добавить новую. Таким образом здесь работает. Ну и в заключение, уже подходя к концу, инструменты для создания цитат. Это тоже такая штука. Очень много цитат в интернете, и в библиотечных группах, и в обычных группах. Как бы это востребованный, наверное, вид контента. Я не очень люблю цитаты, но сервисы такие есть. Я ими пользовалась одно время. Первый сервис очень простой, без регистрации. Квизио. Он действительно простой. То есть здесь выбираем какую-то фоновую картинку, наносим на нее свой собственный текст. Насколько я поняла, загружать свои картинки тут нельзя. Только выбираем что-то из библиотеки. Ну вот я выбрала более-менее подходящую, про крайний север, и написала туда стихотворение Кушака. Вот так получилось у меня оформить цитату. Вот этот инструмент, он чуть-чуть посложнее. Здесь возможности побольше. Ой, боюсь ошибиться в произношении. Ну ладно, я сегодня коверкаю английский. Квода скава. Тоже для создания цитат. Тоже регистрация здесь не нужна. Конструктор выглядит следующим образом. Здесь несколько вкладок. Есть вообще вкладка Quick, самая первая. Справа, вверху. Это для быстроты. То есть там будет сразу несколько полей. Вот они сейчас, по-моему, у меня и открыты на слайде. То есть контент, фоновая картинка. И, собственно, все на этом. Все это сохраняется. Если мы хотим более подробно, то мы открываем текст 1, записываем цитату. Текст 2 – это ее автор. Дальше Background – это фон. Загружаем туда свою картинку, либо что-то из сервиса выбираем. Ну и дополнительно сюда можно догрузить стикеры, рамочки и какие-то дополнительные элементы для украшения. Готовую цитату мы сохраняем. Есть еще опция Canvas Size – размер. То есть изначально вот мне квадратный предложили размер, но можно изменить под свои параметры. Здесь все меняется, все бесплатно, но немножко посложнее, чем в предыдущем сервисе. Ну и вот этот вот инструмент называется он Pablo. Тоже интересный вариант, тоже без регистрации. Вот у меня про Христофора Колумба вот так получилось на выходе. Это я взяла из библиотеки сервиса. Вот так выглядит конструктор. Здесь есть большая библиотека картинок, свою можно загружать. Выбираем картинку, она появляется в кадре. По центру какая-то надпись. Хорошие шрифты русские, очень многие поддерживают это приятно. Ну и здесь можно, кроме самой цитаты, еще добавить в ней заголовок и еще какую-то подпись внизу добавить. То есть это не просто один текст, а может быть несколько текстовых фрагментов. Ну и опять-таки можно скачать к себе на компьютер готовый вариант. Вот таким образом. Три я знаю сервиса для цитат. Если вы знаете еще какие-то, то пишите в комментариях. Длинноватая получилась презентация, конечно. Слайдов у меня много. Надеюсь, что информация была вам полезной. Если вам нужны ссылки на сервисы, о которых я говорила, в чате частично есть, и внутри самой презентации они тоже присутствуют. Там же есть и обучалки. Не у всех, конечно, сервисов, но вот у самых-самых, там Canva, Adobe, BookBrush и других. У самых простецких я уже обучалки искать не стала, потому что они очень простые, там можно и так разобраться. Вот. Есть ли ко мне вопросы? Вопросов пока не увидела. Ну и последний слайд, как всегда, мои координаты. Вот, пожалуйста, блог, группа и канал Telegram. Если угодно, подписывайтесь, приходите. Всегда рада новым читателям. Спасибо вам большое за внимание. Немножко сумбурно получилось, наверное, много информации. Пришлось обойти и структурировать, но я надеюсь, что я справилась. Спасибо большое за внимание. И жду тогда уже на следующий вебинар. Он будет в конце апреля. Не помню тему, честно говоря. До встречи следующего вебинара очень много работы. Забываю уже про свое расписание. Но я надеюсь, что не зря провели сегодняшнее время. Спасибо вам большое за добрые слова в чате. Я все читаю, и мне все очень приятно. Ну и всего доброго. До новых встреч.